МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда эмоции несколько улеглись, мы решились задать вам этот вопрос. Изменилось ли ваше отношение после этих событий к Турции и туркам? Если да, скажется ли это на ваших действиях? Вы будете вводить свои личные санкции? Ну, то есть, например, по поводу отдыхать уже понятно, уже никто не поедет отдыхать, но будете ли покупать турецкие товары, ходить в турецкие кафе и рестораны и так далее? Или вы займете позицию, что простые люди ни в чем не виноваты и страдать не должны, бойкотировать их ни к чему? Ждем ваше честное мнение. Наш телефон 379-65-70, код города 343. Пишите нам ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Мне кажется, что после освещения этих событий во многих средствах массовой информации и о той негативной оценке, которую можно дать в сложившейся ситуации, когда на территории Сирии был подбит наш бомбардировщик, бомбардировщик и пилотов, которые, как мы видели на снимках, которые на катапультирующих устройствах спускались на землю, в них стреляли, а потом появлялись специальные видеоматериалы о том, как это все было профессионально снято, отфотографировано. Понятное дело, что у нас, наверное, у всех такой, не то чтобы даже обида, а такое какое-то негативное совершенно ощущение в общем стране должно появиться, и как бы так логично, может быть, оно и появилось. Но опять, с другой стороны, мы обсуждали и с коллегами этот вопрос, и с родными, близкими. Понятное дело, что за определенным действием есть те люди, которые за это действие отвечают. Это и правительство, и президенты, и какие-то иные силы, которые могли повлиять на принятое в тот или иной момент решение. И вот можно ли говорить об отношении к целой стране на основании того, что произошло, на основании вот этой трагедии? Вот для меня лично пока такой это спорный вопрос, и не могу я точно ответить так, чтобы да, действительно, отношение стало совершенно другим. Потому что действительно нужно понимать, кто за что отвечает, и виноват ли в этом турецкий народ. Можно, конечно, сказать, что турецкий народ сам выбирает своих лидеров, своего президента и так далее и тому подобное, но вопрос остается открытым. Дима, я полностью разделяю твою позицию, и поэтому предлагаю нам с тобой сегодня от себя больше, наверное, ничего не говорить. Памятую еще о той ответственности, которую мы несем за каждое слово, сказанное вот так в эфире телеканала «Союз», во всеуслышание. Почитаем мнение наших зрителей, и каждый сможет найти, может быть, что-то для себя полезное, с чем-то согласиться, а чему-то воспротивиться. Тем более, что наши зрители очень активно поучаствовали в этом обсуждении и продолжают участвовать. Да, и в то же время деликатность очень-очень многие, большинство соблюли и деликатность, и христианскую доброжелательность, но и здравость в то же время. Дарья Кузьмина пишет, «Санкции, да давно пора, ибо мы живем в своей стране, едим чужую еду. Сколько яблочных плантаций загублено ради заграничных яблок и так далее. Пора открывать свои фермы и питаться своим молоком и сыром». Даша, спасибо. Вот Валентина Ащурова пишет, что, надеюсь, у нас на севере наконец-то пропадут турецкие блестящие фрукты и овощи, и будут свои. И после такого случая Турция говорит, что осталась той же враждебной к нам страной, поэтому туда не поеду. Вот по поводу поеду-не поеду, нет, все-таки, видимо, вставлю свои пять копеек. Просто хочу сказать, что этим летом мы были в Турции. Честно говоря, вот ехала туда, ну, потому что вся семья очень хотела. Мне хотелось в Питер. Это мое всегдашнее желание. Но была ситуация, когда я очень серьезно заболела. И я очень благодарна турецким врачам, которые меня фактически спасли. И они это сделали. Ну, не то чтобы вопреки страховой компании. Ну, во всяком случае, они были озабочены моим здоровьем гораздо больше, чем наша страховая компания. Поэтому я им вот еще раз, если вдруг они смотрят, передаю огромное спасибо. И хочу сказать, что простые люди, это простые люди. Это не те, кто нажимает на спусковой крючок гашетки. Вот. И у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Зорвалось. Читаем дальше. Ксения Кабанова пишет, а я рада, что сотни тысяч людей успели таки съездить в Турцию и погреть свои кости, пока все это не началось. Турецкие товары не покупала, в рестораны не хожу. Турции бойкот. Честно, и Америки, и много кому еще. А вот сижу и думаю, о чем это я, мелкая грешница, мне тоже бойкот. Спасибо, Ксения, как всегда, с юмором. Да, с юмором и с христианской сутью. На самом деле, сегодня вот тоже искала ответы на этот вопрос в разговорах с теми, кто встречался, встречались умные люди. И было сказано мне одним человеком о том, что важно нам и ненависть своей души не вырастить, потому что для христианина это губительно. И в то же время не скатиться в такую неразборчивость. Неразборчивость, ну и ладно, ну произошло, ну что, ну нас это не касается. Вот совсем не касаться не может. Звонок у нас? Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день, Дмитрий Иванович. Здравствуйте, Евгений Александрович. Здравствуйте. Ну что вам сказать? Мне как-то и раньше не особо интересовался Турцией, только в смысле исторических фактов. Там именно эти все христианские наши места, все эти известные. Поэтому этим я интересовался, да. Апостол Павел там проповедовал и все прочие. А что мне тогда, она мне не особо на практическом плане интересовалась. Ну и сейчас тем более. Я туда не ездил, не собираюсь. Не из-за того, что там они сделали что-то с самолетом. Просто мне это неинтересно. А другое, устраивать вот эти глупости по выборке, этикетах на товарах смотреть, кто там чье. Это вообще в мараз можно все превратить. Я так считаю. Ну то есть вот наши тетеньки-бизнесменши, да, которые, ну продавцы там, да, которые что-то закупили в Турции и сейчас продают. То есть они не должны пострадать. Да дело не в том, что пострадают они или нет. Я просто не собираюсь выбирать. Ну есть товары я купил, мне понравятся. Не нравится, я не беру. А будут турецкие, египетские. Какая мне разница. Или наши. А вот сказали, что лучше наши товары. Ну давайте производить. Языком хорошо производить. Только дела никакого нет. Никто не собирается ни яблоки выращивать, ничего. В этом вся проблема. Спасибо. Спасибо, Евгений Александрович. На фейсбуке. Олег Фаин. Турецкие товары стараюсь не покупать, особенно продукты. Только при чем здесь православие? Ну имеется в виду, почему мы на православном канале обсуждаем этот вопрос. Так обсуждаем, потому что мы же люди православные не в вакууме живем. У нас этот вопрос, вот смотрите, какой отклик. Он тоже практически у каждого возник. Давайте искать ответ. Александр Медведев пишет о том, что Турция отнеслась граждебно к нашей стране. Пусть она много потеряла, ведь сейчас и раз Российской Федерации не полетят на их курорты. Будет у турецкой стороны большие убытки в финансово-туристической отрасли. Многие страны запретили продавать турецкие овощи и фрукты в своих странах. Это тоже огромный минус для экономики Турции. А к людям отношусь нормально. Простой народ Турции не виноват в политической игре своего правительства. Ну, надо сказать, что убытки будут и у нас, и у наших тоже людей, и у тех, у кого перестанут что-то покупать. И у туроператоров тоже убытки. Тут, в общем, в одни ворота не получится. Тут, в общем, все пострадают. Но другое дело, стоит ли оно этого? Это важный вопрос. Турция хорошая страна с трудолюбивым и доброжелательным народом. Ничего плохого сказать не могу, так как не сталкивалась с чем-то дурным. Так, по мелочам. Просто хочется точки на дыр отставить. Внутри семьи и друзей на Фейсбуке сейчас достаточно жарко пишут о Третьей мировой войне. Призывают не верить руководству стран и не влезать в политику. Наверное, в этом есть рациональное зерно. Мы видим только вершину айсберга. Но мне малопонятна эта истерика по поводу войны. Дальше Диана подробнейше и очень логично разбирает ситуацию, сложившуюся с самолетом нашим. Я сейчас читать уже просто нет времени. Но, пожалуйста, кого интересует, зайдите на Фейсбук, посмотрите. Тем более, что пишет человек, знакомый со страной изнутри. Это важно. Заканчивает она свой пост следующими тезисами. Со своей стороны хочу добавить, мстить христианам нельзя, но молиться за свою страну и власти необходимо. Мы должны молиться и помогать своему отечеству, турке, своему французу, своему. И желательно, не забывая, что все мы чадо Божие и над всеми Бог. Диана, спасибо. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Маргарита звонит вам. Вот сейчас смотрю ваш телевизор. Вы откуда вам звоните, Маргарита? У нас такая передача. Вот у нас такие прекрасные места в России. Ну что ж мы, русские, куда-то едем, куда-то лезем. Где-то самолеты разбились, где-то поезд, где-то что-то. Столько аварий. Да еще наших этих леводчиков загубили. Это вообще, я вот тут, это то, что... Неужели нет больше нигде яблок, кроме их на этой Турции? Она всю жизнь на нас. При царях еще воевали с Турцией. Простите меня за это, пожалуйста. Спасибо вам большое. Очень вам благодарны за этот звонок. С вами согласен командор Никс. Так он себя называет. Насчет потери отдыха не соглашусь. Каждый сам себе выбирает. Из-за того, что не будет нынче летом Египта и Турции, и бог знает, кого еще занесет в наш черный список, думаю, что Алтай, Байкал и Красноярский край, не знаю, Краснодарский ли имелся в виду, и опечатка произошла, или действительно Красноярский край, не закроются, и всегда будут рады принять наших туристов, чтобы они посмотрели, что, оказывается, есть такое, что ни одна Арабия не заменит. Спасибо вам. Владимир Сидельников пишет, что с турками не общался, и Турцию, как таковой, знает лишь на уровне истории, хотя родственники частенько туда летают отдыхать и с собой зовут. Почему-то я думаю, что простой люд Турции, но уж совсем не хотел сбивать наш самолет, как и мы, простые, в свое время не хотели ссориться с Украиной. Спасибо, Владимир, за это мнение. У нас звонок? Так, простите тогда. Дальше. Татьяна Загадка считает, что не стоит отдыхать там, где в любую минуту способны предать. Следовательно, и материально поддерживать недружественный режим не стоит. Надо покупать российские товары и развивать свою экономику. И еще надо уходить от западных методик обучения, ведь именно они развалили нашу систему образования, имеется в виду западные методики обучения. Вспоминая свою молодость, могу сказать, что двоечники 80-х были намного грамотнее нынешних хорошистов. Вот Людмила Силаева пишет, что мое отношение к туркам, как к народу, проживающему и Турции, как к государству, не изменится. Нельзя по кучке недальновидных политиков судить о всем народе, проживающем на территории государства. С исламским государством и терроризмом бороться необходимо, а также необходимо вести борьбу с теми, кто непосредственно поддерживает терроризм. Продуктов в России в своих хватает. В рестораны я не хожу ни в российские, ни в турецкие, а сама неплохо готовлю и отдыхать люблю у мамы. А воинам погибшим, царствие небесное, пусть земля их будет пухом. Юлия Куликова. Я согласна с Дианой Маралбаевой в том, что Турция хорошая страна и народ доброжелательный. Много лет езжу туда с детьми, чувствуешь себя там абсолютно спокойно и безопасно. Это тоже заслуга их правительства. Когда вопрос об отношении к Турции сводят только к помидорам и отдыху, меня возмущает это. Сотни российских студентов работают летом в туркомпаниях на всех курортах. Для них это шанс заработать на обучение в наших дорогущих университетах. Помочь своим родителям, не втягиваясь в ограбительские кредиты на обучение. За последние 10 лет сложились тысячи семейных союзов. Между прочим, вполне счастливых люди обзавелись семейным бизнесом, обросли связями дружескими. Я не понимаю, зачем нагнетает такую истерию нашей власти вокруг инцидента. Ох, ну, в общем, это не мое мнение. Читаю дальше. В любом конфликте всегда виноваты минимум две стороны. Ну, в общем, и так далее. Я прошу прощения, я, наверное, должна читать все полностью, но с чем уж совсем не согласна. И, извините, я не могу. И у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, это Татьяна, Ростовская область. Да, очень приятно, слушаем вас. Ну, у меня вот такое вот мнение. Ну, всегда вот от этого страдают простые люди. И какую-то злобу держать, будь то христиане, будь то мусульмане. Мне кажется, ну, я вот, мое такое мнение, ну, я так не могу. Жалко, конечно, наших летчиков. Я очень скорблю и плачу, потому что у меня свои дети. И сын у меня служил в армии, я волновалась. Сейчас у племянника в армию отправляю. И гибнут там люди, гибнут здесь. Что у нас делается на Украине? Да вы посмотрите, по всему белому свету бегут эти бедные беженцы. Они же ни в чем не виноваты. Ну, вы посмотрите, страдают бедные люди. А вот правители, вот те, которые правят этими людьми, я не знаю. Вот, мне кажется, вся вина лежит только на них. Только из-за того, что там стреляют, там бомбят, там не нашли общего языка. Ну, вот как-то так. Вот у меня я сама христианка, я верующая, я хожу в церковь. И вот у меня такое вот мнение сложилось. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, и закончим вот чем. Сейчас очень активно в интернет-сетях распространяется пророчество относителя Третьей мировой Константинополя и всего прочего. Очень здравый комментарий дал Сергей Худиев на правмире в своей статье «Видение пророчества и духовные фейки». Нет ничего более чуждого писания, чем дух озлобленного этнического национализма. Затяжная этническая ненависть, которая припоминает своим соседям грехи и преступления их предков, чтобы подчеркнуть, это варвары, которых жалеть не надо. Увы, явление обычное в этом падшем мире, но оно вдохновляется явно не святым духом. А православный философ, исследователь и преподаватель истории христианской философии Аркадий Маркович Малер на своей страничке в Фейсбуке написал «Самый серьезный и необратимый способ ответить Турции без войны – это радикально расширить и углубить освещение истории и культуры Византии во всех учебных заведениях и СМИ, чтобы в следующем поколении русских людей не осталось ни одного человека, который бы не знал, что такое Византия, какое значение она имела с точки зрения православия, где простирались ее границы на карте мира, как долго продолжалась ее история и каким образом она завершилась, ну и, конечно, какая страна является ее могильщиком и какая страна – историческим наследником. А пока у большинства наших граждан побережья Босфора ассоциируется исключительно с дешевым отдыхом, ничего сущностно в этом направлении не изменится. То есть речь идет не об экономических санкциях, а о культурном просвещении. Спасибо вам большое за участие в этой сложной программе. С вами был Дмитрий Бродовиков. Светлана Владимировна. Программа «Честное мнение». Даст Бог, завтра увидимся.